Ребята, всем привет! В общем, я уже откатал прототип светодиодной индикации на 12 вольтах. Смотрите, как он прекрасно работает. Видео об этом уже было на канале. Смотрите, ну, мне кажется, что очень даже неплохо. Ну и теперь этот прототип нужно увеличить на прототип, который раз в 20 больше, в диаметре. И для этого уже нужны не 12-вольтные светодиодные ленты, а светодиодные ленты на 220 вольт. Собственно, они уже там смонтированы. Единственное, что они светят постоянно, непрерывно. А мне хочется добавить вот такую вот индикацию. По-моему, будет симпатично. То есть, как ни с того ни с сего, все это начинает сыпаться, а потом тык-тырык-тырык-тырык и заполняется. Главное, чтобы это все выдавало на выходе 220 вольт. Именно для этого я спроектировал печатную плату, заказал ее на заводе, ее сделали. Так как 220, то питаться она уже будет не 12 вольт, а 220 вольт, поэтому нужен блок питания. Я вот такие вот блоки питания заказываю в Китае. В принципе, они нормальные. Под них я уже сделал футпринт. Я их просто ставлю так, на небольшую высоту. Так как будет 220, то для пожаробезопасности обязательно нужен предохранитель. Я использую такие предохранители. И чтобы при каком-то ЧП стекло не разлетелось куда-то далеко, я все это закрываю в термоусадку. Дальше у нас тут должен быть варистер. Также мы его будем использовать. Ну и дальше будем использовать опто-семисторы для того, чтобы управлять непосредственно семисторами. И у меня от одного проекта остались теристоры. Это теристоры на несколько ампер. Но в данном случае у нас эта лента, она там потребляет доли, то есть десятые доли ампера. Вопрос еще в том, что эта лента, она питается от постоянного напряжения. То есть ей нужно плюс и минус. Естественно, она включается в розетку в сеть переменного напряжения 220 вольт через так называемый блок преобразователь. По сути, там внутри только диодный мост и все. И я подумал, что зачем мне выводить на каждую ленту 220 вольт, потом ставить диодный мост и потом уже подавать на каждую ленту постоянное свое напряжение. Я подумал, что гораздо проще мне взять на вход подать постоянное напряжение, то есть подать 220 на диодный мост, потом с диодного моста взять выпрямленное напряжение и подать непосредственно на вход данного устройства. Так как постоянка придет на вход импульсного блока питания, то ничего не произойдет, блок питания будет нормально работать. А постоянка, которая будет здесь проходить, она просто будет, ну то есть постоянку будет открывать теристор. Ну, мне кажется, что это будет работать. Но если это даже не будет работать, то я просто возьму и куплю семисторы. Просто семисторы мне нужно покупать, а тиристоры у меня от какого-то проекта остались, они есть, и я подумал, ну, почему бы их не использовать. Ну, конечно, на крайняк я куплю 5 семисторов, куплю 5 диодных мостов, все это поставлю, но хочется как-то сделать все попроще. На мой взгляд, это разумное желание, не так ли? Но в любом случае, любой монтаж начинается с монтажа элементов поверхностного монтажа. Здесь будет микроконтроллер ATIN 13, здесь будет 595-й сдвиговый регистр. Плата сделана на 8 каналов, потому что один регистр 595-й, он может выводить 8 каналов, то есть сдвигать 8 бит. И сделал уже такую вот универсальную. Конечно, можно поставить два сдвиговых регистров, и тогда будет 16 каналов, но тогда плата уже будет более длинная, ну, или более большая, и тогда она уже не будет влазить в 100 на 100 миллиметров, и тогда я уже должен буду платить больше за заказ печатных плат. А так как они маленькие до 100 на 100 миллиметров, то я за изготовление на JLCPCB плачу за 10 штук всего лишь 5 баксов. Ну, именно поэтому я, когда разрабатываю свое устройство, я стараюсь втиснуться именно в размер 100 на 100 миллиметров. И если в ширину-то я могу еще гулять и гулять, то в длину мне уже больше некуда. Хотя здесь, конечно же, стоило бы дать зазоры, конечно же, побольше, но некуда мне расходиться, некуда, и поэтому зазоры такие, какие и есть. В любом случае, данное устройство, оно не будет иметь абсолютно никакой связи с человеком, то есть я, когда буду программировать устройство, естественно, устройство будет выключено, то есть оно не будет подключено к сети. Оно тут как бы и развязано, но зазоры достаточно большие, но не достаточно большие для того, чтобы можно было руками ковыряться в низковольтной части. Именно поэтому я подумал, что ну не влазит и не влазит, бог с ним, все будет нормально. Я в этом практически уверен. Ну что, поехали устанавливать компоненты. Для того, чтобы установить SMD-шные компоненты, я их буду устанавливать паяльником, ручками. Я сначала наношу на каждый, точнее сказать, на один из выводов одного компонента небольшую горку припоя. Делаю я это паяльником на достаточно низкой температуре и использую флюс, у которого, точнее, использую припой, у которого внутри флюс. И делается это для того, чтобы припой расплавился и часть флюса осталась на месте контактной площадки. Потому что если я задеру температуру, то пока это все расплавится, флюс просто вшук и выгорит. А так он не успевает выгореть, часть его остается на контактной площадке. И потом достаточно удобно монтировать компоненты. Как я говорил, плата рассчитана на 8 каналов, но мне в данном случае нужны только 5 каналов. И, собственно, поэтому я буду собирать только первые 5 каналов. Здесь нужны резисторы с сопротивлением около сотни Ом. Всегда для своих самоделок использую резисторы, конденсаторы типа размером 0,8-0,5. Это достаточно удобный размер, то есть они маленькие, когда хранятся, занимают мало места. Но в то же время они достаточно большие, для того, чтобы можно было их спокойно ручками паять. Если использовать резисторы, скажем, 1206, то они уже побольше и они уже не такие удобные. Ну и вот пинцет тоже не такой удобный, потому что он магнитится. И эти все компоненты к нему магнитятся, и это напрягает. Сразу достану микросхему стабилизатора. В простонародье просто креночка 5-вольтовая. Установлю сразу креночку. Дальше тут у нас идет один резистор на 10 кОм. Это для того, чтобы ресет был потянут к питанию. Ну и теперь все остальное, что осталось типа размером 0,8-0,5. Это просто конденсаторы на 1,1 микрофарада. Ну а дальше в одну руку берем припой, в другую руку паяльник. И допаиваем то, что мы не допаяли, предварительно высыпав компоненты, не использованные обратно. Раз, два, три. Вот здесь уже флюс выгорел, и поэтому красиво не получится без флюса. Чтобы получилось красиво, я нанес немного флюса. И теперь вот так вот, раз. Ну вроде все, теперь осталось установить микросхемы. Я для начала поставлю только буфер, потому что буферов у меня много. А микросхемы, тени 13, у меня немного. И они стоят дорого. И если вдруг у меня что-то с питанием, какие-то проблемы, то вместо 5 вольт пройдет всегда больше, и микросхема сдохнет. Именно поэтому я поставлю сначала блок питания, запущу, удостоверюсь, что напряжение в норме. И только потом уже установлю вот эти микросхемы. Но так как вероятность того, что что-то будет не в норме, она достаточно маленькая, то буфер я все-таки поставлю. Его тоже жалко терять, но не так жалко. Больше жалко терять время на то, что его придется снимать, потом ставить. И причем сейчас, когда плата вот плоская, с обратной стороны ничего нет, то это удобно делать. А как только с обратной стороны будут запаяны компоненты, то делать это уже будет сложно. Все, я прихватил микросхему, так как я на один вывод нанес припой, то ты пока держишь паяльником, ты можешь спокойно эту микросхему крутить, выставлять как тебе нужно, и это достаточно удобно. После этого я зафиксировал еще один вывод, ну так он на соплях тут зафиксирован, но тем не менее микросхема уже держится. Ну и дальше есть два варианта. Я могу взять жало-микроволна и просто вот так вот пройтись по всем выводам. Ну а могу, не меняя жало, просто чуть поиграться. Ну вот и все, теперь остались только выводные компоненты. И то же самое, как и с безвыводными, точнее с SMD компонентами, начинать нужно с самых маленьких, самых низких. Но самыми низкими будут микросхемы, поэтому я их установлю. Это оптосимисторы 3063. Дальше я установлю резисторы на 300 Ом. Я взял 5 резисторов, но по факту на 300 Ом только 4. Один из них фолшивый тут попался, но пока поставлю только 4, потом уже добавлю как положено. Решил немножко подумать и для начала установить только один теристор, потому что если вдруг окажется, что схема эта не работает и нужно ставить семисторы, то мне придется снимать все, ставить все. А так я поставлю только один, запущу, если увижу, что светодиоды эти мигают, то будет означать, что я просто добавлю О164. Зачем усложнять себе работу, когда можно ее не усложнять? Так, сейчас запаяю это все, отрежу и вот эти вот выводы буду использовать для того, чтобы поставить сюда блок питания на небольшую высоту. Ну вот что у меня получилось на данном этапе, по-моему, достаточно симпатично и неплохо. За исключением данного резистора. Нужно его обратно загнать. Когда леем включать фен, можно его усадить просто паяльником. Ну что ж, ребята, на данном этапе все готово. Теперь мне нужно просто подкинуть шнур для того, чтобы убедиться, что блок питания работает, что он выдает 12 вольт, после которых уже вырабатывается 5 вольт с помощью кренки. И на данном этапе я закончу, потому что дальше мне уже нужно будет прошить микроконтроллер. И, что самое главное, нужно будет подключить какие-то лампочки, чтобы я увидел, что эта самая индикация есть. Подключить 5 кусков по метру, потому что вот эта лента, которая будет управлять данной штукой, у меня минимальная длина метр. И если я подключу 5 метров, то это означает, что я должен просто 5 метров вот этого светодиодной ленты просто-напросто испортить, потому что у меня будут куски по метру, и что с ними потом делать. Это один момент. А второй момент. Есть вот такие вот индикаторные лампочки диаметром примерно 20 мм, которые на 220. У нас на работе такие лампочки есть на складе, и я, конечно, могу их пойти купить, но потом я их куплю, они в сумме 5 штук будут стоить недорого, баксов 10. Но потом, что мне с ними делать? Просто их где-то похороню, и они будут лежать. А так я возьму со склада, проверю, удостоверю, что у меня все работает, и отнесу их новенькими чистенькими обратно на склад. Мы их используем в некоторых наших устройствах. Очищаю, чтобы здесь случайно не остался какой-то вывод, потому что тут уже будет сейчас 220, и если бахнет, так бахнет. Перед запуском хочу убедиться, что здесь нет короткого замыкания, хотя есть же предохранитель. Когда есть предохранитель, нечего бояться, правильно? Но все-таки я подстрахуюсь. Нет, короткого нет. Ну и сейчас я включу, если все хорошо, я увижу, что тут светится светодиод, это означает, что тут есть 12 вольт. Кстати, я смогу их померить. Ну и потом я выключу, разверну плату и померю уже напряжение после крянки, там должно быть 5 вольт. Давай так, лучше я чуть подальше. И оп. Есть. Блок питания стартанул. Смотрим питание. Так, тут 220. Аккуратно. Да, ребята, 4,99. То есть, как в аптеке, ровно 5 вольт. На данном этапе я все заканчиваю, потому что дальше мне нужно поставить микроконтроллер, залить неводную программу. И, что самое интересное, нужно убедиться, что он работает и выдает на выходе то, что мне нужно. С резисторами 100 Ом на светодиоды оптосимистора у меня ток получается около 40 мА. Я подумал, что при рабочем токе 5 мА, 40 мА это как-то уж слишком и решил их поменять. Для этого я нашел донора, у которого есть вот такие вот прекрасные резисторы 5110, то есть они на 510 Ом. Я решил их поставить. При этом ток будет около 4 мА. Это немножко меньше 5, но, скорее всего, все будет хорошо работать. Ну а дальше я подпаял микроконтроллер, залил в него прошивку. И для того, чтобы убедиться, что все работает, я параллельно светодиоду оптопары подпаял светодиод с резистором. Для того, чтобы убедиться, что у меня будет мигание. И если у меня будет мигание на вот этих светодиодах, то это означает, что и на светодиодах оптосимисторов будут те же самые мигания. Вот оно побежало. Все классно, все красиво. С частью на 220 вольт я для начала решил проверить только первый канал, ну для того, чтобы убедиться, что там что-то мигает, чтобы уже после этого поставить все остальные 4 семистора. И, к сожалению, у меня ничего не заработало. Я потом начал читать даташит на данный семистор, и я увидел, что я его поставил на 180 градусов. Я его повернул как нужно, но у меня первый канал так и не заработал. После этого я решил уже припаять все остальные и обнаружил, что у меня второй, четвертый и пятый канал работают, а первый и третий не работают. После того, как я померил напряжение на входах оптопар, выяснилось, что у меня сдохли светодиоды оптосимисторов первого и третьего. Ну и как видите, я снял первый и третий канал, и сейчас вот работает второй, четвертый и пятый. Ну, то есть видно мигание, то есть что-то тут пытается, конечно, не так, как хотелось бы, но, по крайней мере, какое-то переключение, то есть какое-то управление, оно уже есть. Зачищу контактные площадки. Я думаю, что вот эти вот две, два оптосимистора, которые подохли, они подохли именно по входу, хотя мультиметром, когда звонишь, он вроде как бы и звонится. Но когда уже он в режиме работы, на нем должно падать около одного вольта, а на нем падает около двух вольт, а он двух с копейками. То есть явно, что с ним что-то не так. Ну и пока у меня есть кассета с компонентами, нужно воспользоваться этой возможностью и поменять все резисторы, а именно их тут пять штук. Ну все, резисторы запаяны, теперь можно запускать, и я, по крайней мере, должен увидеть, что лампочки мигают. Ну а теперь очень-очень важный и очень интересный момент. Дело в том, что этим лампочкам нужно просто подать 220 вольт, и они будут светиться. То есть, грубо говоря, отсюда приходит 220 вольт, дальше они идут на семисторные ключи, это именно семисторы, не тиристоры. Я оговорился, сказал, что это тиристоры, на самом деле, я тоже покупал подобные тиристоры, но где-то они у меня валяются в другом месте, я подумал, что я почему-то их взял. Но это BTSO34, это именно семисторы. В общем, 220 проходит, дальше, когда какой-то ключ включается, эти 220 приходят непосредственно на нужную лампочку. И все работает, все прекрасно. Ну, сейчас мы включим, посмотрим, потому что я поменял оптосемисторы. Но, вот этой вот штуке, светодиодной ленте, ей нужно уже не просто 220, а выпрямленная 220, здесь должна быть постоянка. Я подумал, что, конечно же, я могу взять после каждого вывода, поставить диодный мост и подключить конкретно к каждому куску вот такой вот ленты. Но я же хитрый, я подумал, я же могу на вход подать диодный мост, запитать всю эту схему от выпрямленного напряжения, блоку питания будет все равно, потому что тут на входе также стоит диодный мост, который все это выпрямляет. А уже семистором, по идее, тоже должно быть все равно, потому что там же есть точка, когда он падает до нуля. Следовательно, наверное, там будет переход. Единственное, что я взял оптосемисторы с переходом через ноль, здесь мощности маленькие, здесь переход через ноль не нужен. И, наверное, конечно же, лучше было бы, чтобы был без перехода через ноль, потому что, по мне, возможно, что вот этот узел, который следит за переходом через ноль, он, может быть, ждет именно перехода, а у меня перехода нет, то есть он у меня как бы идет-идет, до нуля дошел, и потом опять вверх, до нуля дошел, опять вверх, вниз, до нуля дошел. То есть там перехода вниз, вот этого ниже нуля нету. И вот, может быть, она как-то будет глючить. Ну, давайте, я поставил диодный мост, давайте запустим и посмотрим, что будет. Внимание, сейчас я включу это все в сеть 220 вольт. Это опасное для жизни напряжение, поэтому будете очень и очень аккуратны. Но как-то работает, но как-то, во-первых, лампочки тускло светят, да? Я думаю, вы видите, что они работают, то есть что-то видно, то есть какая-то движуха идет. Но они то чуть-чуть ярче зажигаются, то чуть-чуть тускнее. Сейчас я поменяю плюс-минусом местами и посмотрим, что будет. Ну, то же самое как-то. Я эти штуки называю лампочки, хотя, конечно же, это не лампочки, это просто индикаторы. Внутри, скорее всего, стоят светодиоды. И если заглянуть вовнутрь, то виден какой-то конденсатор. То есть данные штуки должны нормально и хорошо работать от переменки 220 вольт. А вот по стоянке, они, ну, непонятно как работают. Они не регламентированы. Поэтому то, что там все так тускло, это, скорее всего, нормально. Ну, и давай посмотрим все-таки, как оно 220. Мы же для этого сегодня тут собрались. Так, вилка здесь. На всякий пожарный. Смотрим на лампочки. Запуск. Ты смотри, какая красота. И они уже очень точно и стабильно включаются. Вот так. Опять же, это индикаторные лампочки. То есть это просто для того, чтобы на столе посмотреть, как оно мигает. Мигает ли и так далее и тому подобное. Естественно, что вот оно пошло, 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 пропало. Раз, 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 запомнилось. Ну, на мой взгляд, классно. Очень классно. Единственная проблема, что мне придется ставить по диодному мосту на каждый канал. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы был диодный мост. А давай все-таки попробую поменять вот эти вот оптосимистеры. Хотя бы, хотя бы три штуки. У меня есть одна плата. Сейчас посмотрим, что там стоит. ТЛП-3052. Их конкретно пять штук. Как раз мне их сюда хватит. Плата на запчасти в любом случае, поэтому можно разбирать. Как видите, тут уже нет семистера одного. И вопрос в том, подойдут они мне или нет. А чтобы это узнать, нужно просто загуглить. ТЛП-3052. Посмотрим, что за зверь. Это должны быть какие-то оптосимистеры. Вопрос в том, с переходом они через ноль или нет. Вполне возможно, что без перехода через ноль. Хотя там, в принципе, управляется бойлером. Бойлер это достаточно мощная нагрузка. Я думаю, там все-таки есть переход через ноль. Давай посмотрим. И похоже, что здесь нет Zero Cross. И, кстати, в этих машинах там микроконтроллер измеряет переход через ноль. И, кстати, если эта схема не работает, измерение перехода через ноль, то машина включается, все заводится, но она дает какую-то ошибку. Так что все-таки вполне возможно, что здесь оптопара без перехода через ноль. Потому что переход через ноль контролирует сам микроконтроллер. И он в нужные моменты открывает нужные семистеры именно тогда, когда нужно, когда идет именно переход через ноль. Здесь ничего не написано, что здесь есть вот этот Zero Cross. Значит, будем их вытаскивать и смотреть. Опять же, это эксперимент. Просто посмотреть, как оно работает. И это все ради того, чтобы одним диодным мостом запустить все. Итак, обращаем внимание, что максимальный ток срабатывания 10 мА у 352, у нас именно 52. Есть еще версия 51, у нее 15 мА. И максимальный ток, который может течь через светодиод, 100 мА. То есть, у меня, конечно, другая оптопара, у меня мог, но надо посмотреть его параметры. Вполне возможно, что вот этот ток 40 мА, который у меня был, это, в принципе, нормальный для нее ток. И она бы работала долго и счастливо. И я зря поменял транзистор. Нет, здесь ничего не сказано о том, что есть переход через ноль. Поэтому его, скорее всего, нет. Снимаем и кружки. Ставлю сюда. Так, еще раз, чтобы я убедился, что я не поставил длинку в розетку. Снимать будем уже не вакуумным паяльником, а более быстрым способом. Варварской плоской отверткой. И прогревая сразу несколько выводов микросхемы. И знаете, что самое интересное? Я уже разогнался их вытаскивать, но даже не подумал проверить, а пины-то совпадают. Скорее всего, совпадают. Но нужно в этом убедиться. Ну да, 1,2 это светодиод. И 4,6 это уже оптосимистор. Прогреваем все три вывода. И отверточку поднимаем. Раз, и готово. Бесшумные пыли. Ну что ж, ребята, следующее включение уже с ТЛП-шками. ТЛП-шками 3052, насколько я помню. Все их перепаял. Итак, первый запуск пока без диодного моста. Для того, чтобы убедиться, что все окей. Посмотрю, вроде соплю нигде не поставил. Запуск. Ооо, ты смотри, как все круто, а! Все работает, но оно и раньше все работало. Вся эта идея была ради того, чтобы использовать один диодный мост, а не пять. Ну вот, собственно, с этого мы и начнем. Занимайте ряды в первых местах, ребята. Не, такая же хрень. Все-таки чудо не произошло. Придется, скорее всего, ставить по одному диодному мосту на выход. Конечно, было бы классно, если бы сразу трассировать под эту печатную плату. А это, кстати, можно было бы сделать. Но хорошая мысль, она всегда приходит после. Поменял полярность, конечно, это ничего не поменяет. Ну да, когда он такой хреновый, короче. Конечно, я могу взять выводно-диодный мост, крутить контакты таким образом, чтобы переменку сюда ставить, прикрутить. А уже по стоянку я припаяю. Но мне не хочется там паять, не хочется там ставить гнездок. Вообще желательно, чтобы все это было на плате. Но если все на плате, то тогда у нас тут получается фаза. Здесь ноль. И этот ноль надо как-то отцепить. А чтобы его отцепить, там нужно дорожку перерезать. Сейчас поищу диодные мосты SMD-шные. Где-то у меня были такие небольшие. И если все получится, то поставлю их. Да, колхоз намечается знатный, ребята. Очень знатный. А раз будет лента использоваться, то давай и поставим эту самую ленту. Вы знаете, а вроде бы она светит. И светит достаточно ярко. И я вот сейчас сижу и думаю, может быть она так и будет светить. Жаль, что у меня нет еще одного кусочка, чтобы их рядышком сравнить. Мультиметр TrueRMS и он почему-то измерил здесь только 50 вольт. То есть, грубо говоря, на эту ленту сейчас подается по мощности, именно площадь импульса подается в 4 раза меньше, чем должно подаваться. Ну что ж, парни, колхозить так колхозить. В принципе, здесь ничего колхозить не нужно, если вам нужно управлять какими-то лампочками накаливания, либо любой другой нагрузкой, которой на выходе нужна переменка 220 вольт. Какими-то контакторами, еще чем-нибудь таким вот подобным, к чему вы подключите именно 220 вольт синусоиды, и все будет классно. Здесь же мне нужно управлять вот такими вот штуками. И, конечно же, я могу эту синусоиду подать на диодный мозг внешний и управлять вот этой вот штукой. Но мне хочется, чтобы все было на плате. Именно поэтому я порезал дорожки. Я порезал с этой стороны дорожку. То есть, грубо говоря, у меня сейчас эти все дорожки соединены. Но имеется в виду, что вот этот контакт, этот контакт, этот, этот, этот. Ну и, собственно, вот так вот они все соединены. Они были подключены к фазе. Ну или к нейтрали. Давайте пусть это будет нейтраль. Они были подключены к нейтрали напрямую. Я здесь обрезал, и получается, что к нейтрали они уже больше не подключены. Но зато они подключены все вместе. Это пусть будет у нас, например, получается будет плюс То есть я хочу вот таким вот образом поставить диодный мост И получается, что у нас все плюсы будут общие Это абсолютно не важно, потому что источники друг от друга развязаны Вот сюда выход семистора я паяю переменку Причем паяю вот так на небольшой высоте Сюда я что-то поставляю диэлектрическое И у меня будет вот так вот припаян диодный мост То есть здесь у меня будет минус, здесь у меня будет плюс Здесь у меня, грубо говоря, фаза через открытый семистор подается А ноль у меня будет идти вот так вот Один, два, три Итак, вот у нас идет фаза Значит она идет на среднюю лапу семистора Да После этого она выходит на переменку диодного моста Дальше идет плюс, точнее минус Он у каждого раздельный, давай в этом убедимся И плюс он у каждого общий Но он не звонится ни с фазой, ни с нулем Дальше фаза подается на переменку А ноль уже подается общий Вот он идет на каждый диодный мост Все, ребята, это все должно работать Единственное, что плюс-минус нужно поменять местами провод Это делается две секунды И вот так она, по идее, должна будет работать Я надеюсь, она не бахнет Поэтому я отойду подальше Потому что мы его в бане Что-то мигания вообще не мигания были Может это из-за общего этого плюса Надо будет сейчас разобрать Для этого нужно выпаять все вот эти вот пять колодок И отрезать плюс, да, какой-то он Когда все остальные мигают, он тоже мигает Наверное, все-таки этот общий плюс А еще знаете, что может быть? Что ток потребления настолько маленький Что когда семистор закрыт Точнее, когда он закрывается Он неуверенно закрывается Ладно, пойду по пути на имеющего сопротивления Сначала отрежу плюс от всех А потом уже будет видно Я тут подумал, тут эти лампочки Они имеют внутри гасящий конденсатор И вполне возможно, что когда они отключаются Что-то создается некрасивое Поэтому мы сейчас от этих лампочек избавимся Оставим только одну ленту И посмотрим, как она будет перемигиваться Блин, с 12 вольтами было все очень-очень просто Тупо подрубилось все работать А тут вроде тоже должно быть все просто Нет, та же самая ерунда Да, вроде элементарно все Ну, все элементарно Если бы здесь лампы накаливания были То это реально было бы элементарно А вот когда вот такие вот нагрузочки Особенно эти светодиоды Они там даже, вы можете видеть Лампочка светодиодная Если раньше у вас там в выключателе стояла Как стояла неонка, которая подсвечивала С обычной лампой все было нормально Как только ставишь светодиодную Она там где-то при минимальных токах Может спокойно в пол накала светиться И ночью вас бесить Вот то же самое и здесь происходит И сейчас бы понять природу этого явления Чтобы понять, как с ним бороться Но у меня осциллограф, к сожалению Один до 40 вольт А второй, он до 200 вольт Но он очень хороший И здесь амплитудная 310 И мне не хочется его прикончить А щупа на 100 у меня нет Поэтому будем методом перебора Выбирать, что тут может быть И пытаться не найти проблему А локализовать, допустим Думать, что, ага, наверное, проблема вот в этом плюсе Тогда я все это выпаю, отрежу плюс Скорее всего, это ничего не поменяет Но отрежу, пусть они будут полностью независимы И тогда будет то же самое, что Просто на диодные мосты подается Блин, надо было сделать нормально Взять 5 диодных мостов Нет, блин, решил все на одной плате И в итоге В итоге страдаю Ладно, забираю все Завтра на работе Чуть-чуть поработаю И посмотрим, получится что-то или нет Продолжил на работе Как обычно, начал с маленьких шажков А именно, снял с первого канала колодку Отрезал плюсовую дорожку Подпаял светодиодную ленту И запустил Вы знаете, она идеально заработала Она очень ярко светит И все просто прекрасно Естественно, точно так же пришлось снять все остальные колодки И разрезать плюс Чтобы он не был у них общим Ну и вот он результат На бутылочке оно было очень похоже Но в других масштабах оно, конечно Покрасивее будет Неплохо, на мой взгляд Надеюсь, что данное видео было вам интересным И в чем-то полезным Поэтому не забудь поставить лайк Поделись им со своими друзьями Также на канале есть огромное количество Интересных роликов по электронике Два из них ты сейчас выйдешь на канале А чтобы не пропустить новый ролик Подписывайся на канал И обязательно не забудь нажать на колокольчик Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok